Я две недели как вернулся, даже меньше уже, наверное, с Дальнего Востока, я летал в Благовещенск, меня приглашали туда на мероприятия, расскажу какие, но если я уже лечу в те края, там-то все, как сказать, по таежным меркам все рядом. Что такое Благовещенск и Серышево? Всего лишь 160 километров, это, в общем-то, как бы так, даже не за углом, это на одной лестничной площадке. Естественно, когда меня пригласили туда, то я позвонил в Серышево, фамилии не называют, вот, говорю, я буду, давайте, либо с вас машина, либо там вертолетом, меня туда и вертолетом как-то-то завозили. Ну, естественно, я не мог там не спеть вот эту песню, потому что они на этом летают. Пройдя рулюшкой на полет, на полосе корабль замрет, на исполнительном молитва, все по карте. Винты все восемь на упор, разбег, отрыв, вираж, набор, а все проблемы мы оставим там на старте. Маршрут проложен не на глаз, мы верим штурману на раз, здесь интернета нет и недоступен гугл. И как полсотни лет назад, бомберы словно на парад идут на север, чтобы потом уйти за угол. И словно лидерный наш бурт, сопровождает нас эскорт, вот только они на небе аркистровой меди. И где-то в натовских штабах шифровки строчат в пабахах, летят в Атлантику российские медведи. Летят в Атлантику медведи. Они там не в Атлантику летали, как раз это самое, к Аляске. И нервы вырвали американцам еще так нормально. Пролитые копии обожжут, болтанка нас не бережет. Погода дрянь, и на радаре склужа засветки. А в фюзеляже револьвером производства СССР сказали приянкисы, что русская рулетка. И вместо радостных вестей, корона доложит про гостей. У плоскостей повиснет пара супостата. Они ведь тоже напролом мы, и чуть не в блистерном крылом. Такие бурзы, как правило, из штатов. Но не заменит курсы бурт, хоть и наглеет наш эскорт. Мы посылаем их домой к любимым леди. И где-то в натовских штабах тревогу бьют. И все в бегах пришли в Атлантику. Российские медведи пришли в Атлантику, медведи. Шоль в океане нет дороги, он для нас, как все на стопах. Нам отыскать днем надо чертову иголку. И ищем мы на риск и страх, авианосец на волнах. А не найдем то, все задание бестолго. И крика. Я вижу командиров, вдруг разорвет немой эфир. Железный ящик с высоты уже заметен. Там черт и гнется, отбирал, разнос устроит и оврал. А мы так счастливы, как и маленькие дети. Начнет там криками, и скот прошлет доклад про русский борт. И уберутся наши летные соседи. У них в штабах дадут отбой, лишь будут спорить меж собой. Когда опять придут в Атлантику, медведи придут. Ой, придут в Атлантику, медведи. Мы на свидание идем, друг друга с танкером найдем. И семь потов сойдет, но мы поймаем конус. Хоть тяжело держать режим, мы каждой тонной дорожим. А турбулентность нам повысит общий тонус. Наш самолет гудит устав, он помнит разные места. Вьетнам, Ангола, Купа и Квине. Отцы летали там до нас, но если б дали нам приказ, Обязательно смогли ведьмы омея. И экипажин просто смог, и пусть усталость валит с ног. Но мы так рады нашей маленькой победе, Что нас совсем не клонит сон, не спит сегодня гарнизон. Домой вернулись из Атлантики. Медведи, пришли домой, медведи. И тут в развалочку медведи домой, Домой любимые медведи. Медведи, медведи, медведи. Медведи. Спасибо. Ну вот я хотел рассказать, каким образом я оказался на Дальнем Востоке. Это тоже такой хороший повод. И я знаю, что в зале есть опять же люди, которые связаны с этим поводом. 9 февраля была замечательная, ну такая серьезнейшая дата, 100-летие образования гражданской авиации нашей отечественной. И меня пригласили на официальный концерт в Благовещенск, В Амурскую государственную филармонию, чтобы я дал там сольный концерт в честь столетия, внимание, гражданской авиации. Я говорю, да, это интересно вообще. У меня вот, ну, наверное, самые гражданские авиационные песни. Вот. Не, ну это я так, шучу, конечно, но приглашали очень близкие в ней друзья, опять же, вертолетчики. Там авиакомпания Петропавловская авиа. Его сглавляет Михаил Степанович Сочнюк. Я думаю, некоторые вертолетчики его наверняка знают. Вот. И он, когда ее создавал, он туда собрал всех, кто с ним воевал в Афганистане, на Северном Кавказе. Там я все время про них говорю, ребята, у вас, если ведерко взять, его не хватит, чтобы ордена ваши все туда уместить. Вот. И кроме них, там еще есть-есть люди. Я просто не ожидал, что, ну, как бы мы изначально это планировали, как какое-то мое выступление на банкете, а потом это все превратилось в такой официоз, что для меня это стало сложно. Я говорю, ну, ну, уже не откажешься, уже билеты взяты, там все, и филармония эта там топает копытцем. Вот мы же тут под вас все это сделали, там специальный экран, там, и... Ну, и я, в общем-то, да, пел полтора часа после торжественной части, хотя с некоторыми поправками, потом объясню, почему. Но вот эту песню, конечно, учитывая, что очень много, очень много... Посмотрел я на Олега Ряпалова. Да. Хотя, я говорю, это песня про подполковников, он-то полковник. Вот. Ну, а песня про подполковников, да, конечно, я ее там пел. В неспешенной эшелоне Идем по спинам облаков, А в комфортабельном салоне От устав от северных ветров Три роты личного состава Летят гудеть на жаркий юг Ведут себя неполустая Какой проводница приставит Мой командир отложит книжку И черт гнется, что устал Мне скажет, вымехалась слишком Забудьте И чертова шуста Выцви теперь гражданский летчик Промолвит с искоркой в глазах Да, было истребительно, стало злощим Зато как прежде, в небесах Покурлететь бы над точкой Жаль, за спиной сидеть на роль И ножку дай, да, сделать бочку Оба, здесь все наоборот Не переход, а перевозка Не на Кавказ, а в Таиланд И на погонах три полоски Был подполковник, стал сержант Секлом несется нам навстречу Знать, потрясет кораблик наш И пассажиров, как овечек Пасет цыковинный экипаж Как обмануть метеосводку Поесть попейте? Как вариант Нам кофейку нальет Красотка Ух, как же, что я не литяную Что мы безропотный летуэрик Дает нам пряник репнуть Как там у Маркса в Капитале? Эксплуатируют наш труд Усталость лишь в сухом остатке Порой с овчин, гонит воском Зато нередко на посадке Нам аплодируют салон Пошел контрол, 1, 2, 3 Попадаю, некрестный кофе, 3, сахара, молоко Попадаю, что в чём вы коррели? Ну, мы с отменили, нам надо Приятного аппетита Попадаю, скорость самара Мы не спеши на эшелоне Идём по спинам облако А в комфортабельном салоне Летят Копчёные сибор Три роты личного состава Здесь дюди фри на бедне пьёт Идут себя не по усталу Экстердесом поистали Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова